Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Никита Петров и продолжаю комментировать. Матч администрации шахматного феникса против участников группы. Сегодня у нас на очереди Кирилл Широков, в третий раз за матч. Играет он против Евгения Горюкова, кандидата в мастера из Нижнего Новгорода, так что у нас, насколько я понимаю, первое противостояние игроков из одного и того же города, так сказать, Нижегородское дерби. И разыгран популярный вариант защиты Каракан. Слон Б3 основной ход за белых на ферзь Д4. Ферзь Д4 брать нельзя из-за конь 1 Ф3 у белых там подавляющая инициатива. Может конь идет на Е5, на Ф7 зависает. Вообще довольно удивительно, что Кирилл пошел в этот террористический вариант. На него не очень похоже. Но ход Слон Б3 единственный. Конечно, от Кирилла можно ожидать какой-нибудь глупой жертвы на Е6, но здесь явно не проходит. Ну, за черных логично смотрится А6, после чего белым, видимо, придется отвечать. Конь 5 Ф3. Что, наверное, не слишком заманчиво. Потому что на конь Е4 черные уже могут серьезно рассмотреть взятие Ферзь Д4. Компенсации за пешку может и не найтись. Либо же черные могут просто завершить развитие. Сыграть что-нибудь вроде Слон Е7. Потом Д0. Ну, А6 все-таки там. Конь 5 Ф3. Но, очевидно, раз один конь занял поле Ф3, то другому придется развиваться через А3. Потому что, ну, в белой, конечно, могли бы рассмотреть какой-нибудь ход С3 с идеей конь Е5 и второго коня на Ф3 поставить. Тоже имеет некоторый смысл. С другой стороны, я не вижу особых проблем с расположением коня Ж1 на поле А3. Потому что, ну, в дальнейшем он, вероятно, выйдет через Ф4. Таким образом, белым не приходится терять темп на... Не факт, что чересчур полезный ход С3. Слон Е3 играет. Видимо, играет на какую-то длинную рокировку атаку на королевском фланге. На мой взгляд, это неправильный план в этой позиции. Потому что фигуры белых расположены недостаточно активно для этого. Конь Ж1 мешается, и черные могут просто успеть раньше. Ну, а опять сыграно. С4 мне не очень нравится. Исключено, что черные могут сыграть А4, а потом на С2 просто А3. В каких-то вариантах может не сказаться то, что белых не хватает развития. Ну, сейчас ход Б3 практически вынужден, иначе у белых вот стратегически худшая позиция значительна. С другой стороны, после Б3, видимо, ничего страшного не произошло пока. На слон Б4 всегда есть лун Д2. Конь Ж1 опять же разобьется через А3. Еще не факт. Слабость, пешка на А3, черная или сила. Может быть, не стоило спешить с ходом А3. Видимо, приходится делать рокировку. Ничего другого нет. По крайней мере, разумного. Ну, надо сказать, что, в общем-то, оба соперника достаточно гравотно расходуют время в этой парке. Слабость, что и шаг сыграно, слон Д2. Вот, логичный. Теперь, в случае размены на Д2, белые могут побить Ферзем, и Конь Ж1 найдет себе более комфортную стоянку на Е2. Да, кстати, в этом случае белые смогут рассчитывать на некоторый перевес. Потому что, по определению, чернопольный слон, черный был хороший, а чернопольный слон белый был плохой. Ну, и дело тут даже не сколько в сухом определении, сколько в том, что, действительно, достаточно одного взгляда на позицию, чтобы понять, что слон на С2 куда активнее на С8. Ну, Д5 это даже не жертва, это просто глупейший зимок пешки. После этого партия, видимо, заканчивается. Комментировать тут особо нечего. Человеки могут ее забрать любым способом, который им понравится. Даже могут забрать две, видимо, от ЕД, Конь Е2, ДЦ. Хотя, если честно, я бы, наверное, удовлетворился бы одной, на Конь Е2 просто сыграл бы 2-0, не заморачиваясь с выигрышем еще дополнительного количества пешек. Хотя, ДЦ, видимо, тоже неплохой ход. На 2-0, Конь СБ две лишние. Серьезной компенсации за них у белых нет. Впрочем, конечно, можно вспомнить некоторые другие партии уже сыгранных матчей, в том числе Кулиевка-Бустин, где две пешки еще далеко не гарантировали. Победы в партии и в матче, соответственно. Конь Д4. Но, опять же, мне, конечно, тяжело это комментировать, потому что, ну, я уверен, что сам Херилл не сможет нормально объяснить ход Д5, что это вообще было. Видимо, таким образом он пытается возродить интригу в матче. Потому что, напомню, на данный момент команда администрации выигрывает. ведет в счете, по крайней мере. Ферд С5. Ну да. Просто две лишние пешки. Б4 сыгранных. Не хуже, не лучше, чем любой другой разумный ход в этой позиции. Черт, они могут отойти, например, на Д6. Потом одного из гоней поставят на Д5. Пешка на Б4 станет хронически слабой. Ферд С5, мне кажется, немножко не туда, потому что на креской фланге здесь ему ферзью делать по сути особо нечего. Но черные должны решать исход партии на ферзью. Сейчас бы я за белых серьезно рассмотрел бы ход ладья Ф на Е11, идея ладья Е5. Кстати, ферзь может оказаться в немного неловком положении. Ладья А на Е11 той же идеи. Ход на воздействие слабее, потому что ладья на Ф1 делать абсолютно нечего. Ладья на Б1 хотя бы каким-то образом защищала слабость. Но все равно, вот заметно, что ферзь на Х5 черный стоит не там, где надо. Я бы, наверное, его вернул бы на Д5, просто сразу, немедленно. По-прежнему черных выигран, а может какая-то контрагра появляется. Трудно сказать. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, ферзь Д5 выигрывает без проблем. За другой стороны, не исключено, что так играть уже надо. Потому что, если допустить ладью на Е5, черным придется делать карабах от Тржи4. На Ашты отходить на Д7, начнутся какие-то проползновения на крыльевском фланге, вроде ферзь Д3, конь Ф5. Исключено, что это не совсем комфортно. Тем более, обратите внимание, что Кирилла больше времени. Я, впрочем, не особо не сомневаюсь, что он накинет эту минуту. Хотя, пожалуй, я бы в том случае, если я играл бы за команду участников, и мне бы таким образом накидывали время, я бы, наверное, сдался незамедлительно. На мой взгляд, это не очень красиво. Но, конечно, это уже дело Кирилла. Ладья Д8, сыгранная, допускает ладья Е5. Довольно странно. Почему-ни-почему не бойти ферзь Д5? Просто. Ну, с другой стороны, сейчас белым, кажется, надо играть ладья Е5. Что же, что еще делать? Х3 слишком медленно и, к тому же, подталкивает черных правильной идеей. То есть, убрать ферзь А на З5. Ладья Е5 сыгранная, ферзь Д4 и ход единственный. Ну, и, наверное, последует что-то вроде Х3, ферзь Д7, ферзь Ф4. Кстати, у белых может образоваться достаточно сильная инициатива на королевском фланге. Мне не нравится, как черные играли последние несколько ходов. Х3 на ферзь Д7, мне кажется, как надо. Почему-то черные задумались, может быть, какое-то же отвлекательство, хотя смысла в небольшом не вижу. Белые могут даже менять ферзь и побить конем на Д4. В чем же Евгений размышляет? С3 промежуточный ход. Может быть, действительно так. Но, не знаю, жалко отдавать пешку. Да, С3 сыгранная. Странное решение. Ферзь С3. Наверное, сейчас конь Д5 будет. А, ферзь Ф4. Ну, не знаю, мне кажется, что лучше было на Д7 вернуть. Потому что с одной личной пешкой вообще у черных особо перерез не остается. Сейчас белые пойдут, там, ладья Ф на Е1 просто. И, ну, мне кажется, что активное расположение фигуры, если не полностью, то, крайне, очень серьезно компенсирует одну потерянную пешку. Ну, ладья Ф Е1 играет, мне кажется, ну, крайне желательно. Потому что, явно, ну, видно, что ладья Ф не играет. Все остальные фигуры белых уже и так расположены неплохо. Ну, да. Так, стоп. Или же я вас обманываю, здесь просто Ж3 выигрывает на месте. Потому что после Ж3 непонятно, куда черным девать ферзя. Да, Ж3 сыгранная. Любовытно. Да, значит, ход С3 мало того, что он... Да, я думал, что ход С3 сразу с идеей пойти конь Д5 и на ферзь Д2 ферзь Ф4. После ферзь Ф4, вот, конь Д5. Не знаю, это очень опасно. Потому что здесь у белых есть ход ферзь Д3 и с идеей ферзь Х7, ферзь Х8 мат. Если Кирилл сейчас его сделает, то партия просто закончится. Мне кажется, что найти такой тактический ресурс не очень сложно. Ну, ферзь Д3, Кирилл, надо играть. Минута на часах, мне кажется, вполне хороший шанс тут у белых справиться с этой позиции. Может быть, еще С1-Х7? Но это никакого смысла не отыграть С1-Х7, когда есть ход Ферзь Д3, который добивает просто. Еще не исключено, что Ферзь Д1 выигрывает с идеей на отход ферзя просто пойти ладья Е8 и тоже замотовать. В общем, Кирилл достаточно здесь делать любой ход, который создает какую-то огрозу и спасает собственного Ферзя. Но Ферзь Д3 сыграл, самое простое. Может быть, Ферзь Д1 объективно была чуть-чуть сильнее, но зачем это надо? Кирилл добавляет минуту. Непонятно, зачем, когда у него снова 37 секунд. Это очень глупо. И, на мой взгляд, это просто неуважительно к сопернику, если честно. Я проведу с Кириллом воспитательную беседу на этот счет. Король Ф8, мне кажется, самая сильная ладья Е1, включая последнюю фигуру в игру. Да, ладья Е1 сыгранная, я не вижу защиты от матовой атаки. То есть, например, на ладья Е4 форсированно матуют любой отскок конем, но самое простое конь Д7 после Ферзь Д8 мат. Ну, а других разумных ходов на черных я здесь не вижу. Вообще, опять, это немножко странная партия. Усполнение обоих соперников. Да, ну черные надолго задумались. Либо же у вашего комментатора проблемы с интернетом. У меня так очень черные правды думают, как здесь спастись от мата. Видимо, не находят нормального способа. На слон Е6 просто конь Ф5 побеждает. Опять же, на слон Ф5 конь Д7. Ну, ладья Д4 сыграл. Тут, Кирилл, надо найти любой из матов в два хода. Конь Ж6 побеждает. Он Ф8, 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 Ф6. Ну, конь Д7 сыграл. Просто мат с следующим ходом, да. Партия заканчивается. Ну, так или иначе, я спасибо за внимание. Партия достаточно интересная. Ошибок, конечно, кошмарное количество, но... Говорится, без ошибок не бывает блестящих побед. Это сейчас я кого-то процитировал. К сожалению, не знаю, кого. К сожалению, не знаю, кого-то процитировал.